Четвертый эпизод Ранее Мой отец что-то планирует против твоей семьи. Он знает все ваши слабости, все ваши планы. Потому что среди твоего совета есть предатель. Он заключил крупную сделку с кем-то в Королевской Гавани. Нам сказали, что мы будем говорить с лордом Тирионом наедине. Довольно, Андрес. Северная Роща — это же хреновая сказка для детей. Я слышал истории, старые сказки о тайном лесу внутри леса. Твой лорд знал, о чем говорит. Я часть вольного народа. Здесь нас называют одичалами. Мое настоящее имя — Сера Флауэл. Ты бастард? Надеюсь, я не ошиблась, доверившись тебе. А это линия Лейна Гленмор? Ты ведь не связала себя с этой жалкой семейкой. В конце концов, возможно, мы станем союзниками. Пеший переход до Мэйрена займет многое времени. Мэйрин? Черт. Что? У меня осталось там пара незаконченных дел, о которых я не хочу говорить. Если ты намерен рассказать о моих драконах, подбирай слова тщательно. Ты станешь послушным форестером, усвоишь свой урок и будешь смирно лежать. Можешь называть себя лордом Родрик, только не забывай, кто правит здесь на самом деле. Форестеры должны выполнить свою часть сделки. Возьмите мальчика в качестве заложника. Убейте его, если с ними будут какие-то проблемы. Кстати, я так и не рассказал тебе о твоем отце. Сначала мы распороли его, будто свинью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я понял, что ты убийца, как только увидел тебя Видимо, Брит тоже это уяснил Теперь они все это уяснят Он напал на меня Он напал на меня, иммобилис я И ты сбросил его прямо со стены Ты говорил мне, за что оказался тут Мы оба знаем, что у тебя руки в крови А теперь ты убил одного из братьев За это тебя лишат головы, Таттл Ты будешь опален, бесчестен В дозоре каждый человек на счету Вы не можете убить меня Манс налетчик рядом Дозор нужен как можно больше людей на стене Честных людей, верных, но не братоубийц Теперь с тобой можно сделать лишь одно Эй, Беспалый Я видел, что Гаррет сделал с Бритом прошлой ночью Я был там Это правда, он был там Давай, рассказывай, что произошло Гаррет говорит правду Брит напал на него, как он и сказал Гаррету оставалось лишь ждать отпор На стене нет человека, который не продал бы свою мать за хорошую цену Вы двое в сговоре Вы заключили какую-то сделку Да Финн меня терпеть не может Потому что ты долбанный оруженосец, который считает себя лучше всех Хватит Гаррет убил дозорного, и он должен понести наказание Пошел Я знал, что делать тебя разведчикам было ошибкой Беспалый Что ты хочешь с ним сделать? Мы направляемся к Крастеру Тебе придется подыскать кого-нибудь другого для своего похода Ему нужно за многое ответить А теперь с дороги Сноу Дай нам пару минут Тогда целуйся скорее и покончим с этим Гаррет, ты сам сказал, что у тебя не будет никаких проблем с этим челом Что произошло? Беспалый ошибается Я поступил правильно, прости, что подвелся Беспалый ошибается Это несправедливо Этот Брит убийцы Беспалый все не так понял Учитывая, что Брит сделал с твоей семьей любовью и выжелал ему смерти Но Джон С этим ничего нельзя сделать? Кроме как лишить Таттла головы? Нет Но ты готовишься зачистить гнездо, полное предателей у Крастера Чем Гаррет отличается от них? Да помогут тебе боги, Гаррет Мы лишились человека, так что будьте насторожен Выдвигаемся Моли своих богов сколько хочешь, мальчишка На последнее слово за топором Эпизод 4, Сыновья Зимы Ты хоть представляешь, как много людей до тебя лгали о моем драконе? Решер Форест в лагере возле Мэйрена То были отчаянные люди, уповающие на богатство, защиту И все они были лжутцами, каждый из них И я думаю, что ты не отличаешься от них Хотите сказать, что я тоже лжец? Я не такой Тогда вам стоит узнать меня получше Я не такой, как они Да ты и выглядишь, как они С ног до головы покрыт грязью О, черт Испугались? А я думала, раньше вам уже два дела свидетельствуют дракона Он намного меньше того, которого я видел Он намного меньше того, которого я видел Хочешь потрогать его? Пожалуйста Только если ты его не боишься Разумеется, у человека, который ранее сталкивался с драконом Есть причины бояться Подойти к нему Проклятье Дэнерсик запомнит Хотя бы храбрости Ты не лишен Кажется, я ему не нравлюсь Но ведь руку он тебе не отцапал Ты утверждаешь, что видел драгона Дракона Или... Так, докажи это Я ведь говорил тебе, что не впервые слышите эти россказни Показать ей клык дракона Показать ей ожоги Загоните на ожоги моего друга Наверняка Так, это все твой дракон виноват Он бы не стал Вероятно, вы напали на него Что вы с ним сделали? Если вы вдруг навредили ему Навредили? Это он напал на нас Драгон никогда бы Никого не напал без причины Вы, должно быть, испугали его или... Простите, мы не хотели этого Простите, мы не хотели этого Если мы навредили вашему дракону, простите То не было нашим умыслом Мы не хотели с ним сражаться Так же, как и он Ну, конечно У тебя крайне острый язык, наемница Зачем ты пришел сюда? Ты был учтив и любезен со мной Но чего ты хочешь добиться? Ты хочешь золото? Или, быть может, титул? Или, например, моей бесценной признательности? Мне нужна ваша помощь Мне не нужны ваши деньги Мне просто нужна ваша помощь Часто я под помощью имею в виду деньги От меня зависит судьба моей семьи Мне нужна армия Армия? Если бы вы временно дали нам пару дюжин наемников Прошу вас Я тоже прибыла сюда, чтобы пополнить свое войско Но передо мной Предстало Лишь ужасное зрелище И сплачущих детей И страдающих людей И на ком Несчастье Наживаются их господа На чем несчастье? Мои наемники помогут мне освободить рабов в Мэрионе В этом состоит их предназначение Их миссия куда важнее твоей Я тоже хочу этого Значит, наши желания совпадают Я тоже хочу это увидеть Какого Это освобождение Мэрион Если ты впрямь веришь в это Ты должен понимать, почему я не могу помочь тебе Неужели я никак не могу вас переубедить? Как я уже говорил Мои люди готовятся к вторжению в Мэрион Их цель намного важнее твоей Важнее какой-то одной семьи в Вестеросе И если у тебя нет другой идеи Кроме как взять Мэрион штурмом И освободить всех рабов То ты ничем не сможешь помочь Крофт? Я столкнулся с драконом и выжил Да, мы лучшие наемники Вестероса Я столкнулся с драконом и выжил Думаю, в Мэрионе меня не ждет что-то более ужасное Какой же ты самоуверенный Не забывай, что мой дракон лишь защищался Я ведь говорю, я выжил и не более А вот Бешка, ей уже доводилось бывать в Мэрионе Она сможет привезти нас туда Какого черта? Это правда? Да Какое-то время я жила в Мэрионе В восточной части города Гребаный ты ублюдок То есть вы хотите сопроводить нас в город? Тогда проведите младших сыновей в Мэрион Я не могу вернуть сюда, Эшер Возможно, это наш последний шанс Ради вас я готов на все, что угодно Я пойду с вами, но застальники решать не буду Я пойду с вами, но застальники решать не буду Она знает город лучше всех нас Так что либо она идет с тобой, либо ты не идешь вовсе Думаю, это более чем справедливо И твоя подруга, присоединитесь к отряду Крофта Проведите их в город, помогите им освободить Мэриона Я прослежу, чтобы вас наградили Но твой дядя останется здесь Если я узнаю, что вы соврали мне или подвергли моих людей опасности Я понимаю Отлично, Крофт введет вас в курс дела Предстоящая ночка обещает быть долгой Ну и что ты натворил? Мы серьезно пойдем в Мэрин? А что тебе в нем не нравится? Перестань жаловаться, прости меня Для тебя армия это главное, да? Бешка, ты Пока есть время, золотите свое снаряжение Вон там можете отдохнуть перед вылазкой Если вам захочется поссать в углу из ведра Давненько у нас не было ведра для отлива Мне понадобилось два года, чтобы достичь текущего положения Даже не вздумай поднастрать мне, Эшер Нейл, у нас пополнение Родрик Форрестер, Роща Будь проклятой этого чертова нога Проблема не в ноге, Родрик Вам нужно тренироваться Хотите победить Гриффа в следующий раз? Хотите перестать валяться в грязи? Перестать позволять людям вытирать вас ноги? Вы говорите своим лордом Я с трудом держу меч Чувствую меч и махаю не лучше Значит, вы собираетесь сдаться? Есть и другие способы сражаться, милорд Вы не можете держать меч, как раньше Так что найдите другое преимущество Обдурите своего противника Сделайте что-нибудь, чего он не ожидает Что, например? Сейчас покажу Нападайте Опустите противника до своего уровня Когда я нападу на вас Увернитесь от моего меча И ударьте по задней стороне моего колена Ждите, когда я нападу на вас Блин, нифига себе там реакция нужна Попробуем еще раз А, так-то лучше По-моему, ты мне поддался Милорд Милорд, извините, что прерываю вас Лейна Она настояла на немедленной встрече с вами Леди Элейна, я слышала, мы станем сестрами Талия Талия Родрик, могу я с тобой поговорить наедине? Помнишь моего младшего брата? Тетива, как же ты вырос Зови меня Артуром Надеюсь, ты не возражаешь, что мы пришли без предупреждения Но кое-что случилось Я скучал по тебе, Элейна Я тоже по тебе скучала Правда говоря, ты единственный, к кому я могу обратиться Лорд Уайтхилл навестил моего отца в Вородниковой переправе Он сказал моему отцу, что Гриф подчинил тебя и... И что моя сестра будет отличной наградой Будто я какая-то разменная монета Ты хочешь сказать, он требует, чтобы я отменил нашу помолвку и вышла за его сына Грифа Что? Лорд угрожал моей семье, сказал отцу, что если он откажет, нас уничтожат вместе с вами Отец повел себя как трус Он согласился, Родрик Я выхожу за Грифу Уайтхилла Мы предотвратим это вместе Мы с тобой вместе, я этого не допущу Я знала, что ты поможешь нам Но отец не слушает нас Я не собираюсь быть костью, которую швыряют собаки Я ему не какой-то там трофей Мы должны избавиться от него Другого выхода я не вижу Грифа день и ночь охраняют его солдаты Его всегда охраняют У нас есть план Вы привели своих людей Я командую элитным гарнизоном отца Эти люди, натренированные лучники и мечники Знатоки Дальнего и ближнего боя Они станут твоими Если ты поможешь нам покончить с Грифом Весь гарнизон Двадцать человек Мой отец думает, что они плывут в простор Что ты потеряешь, Родрик? Гриф это кошмар твоего дома Риан все еще у них Если я навяжу Грифу Кто знает, что они сделают с Рионом Я понимаю твое беспокойство, Родрик Я тоже не хочу, чтобы с Рионом что-то случилось Знаю, это звучит безумно Но другого выхода нет Покончи с Грифом И ты сможешь использовать гарнизон, как захочешь Ты наконец сможешь Вернуть себе свой дом Прошу, пообещай мне, что поможешь нам Даю тебе слово Я сделаю все, что смогу Даю тебе слово Спасибо, Родрик Гриф понять не успеет, что случится Мои люди твои, командуй Спасибо тебе, Артур Оставишь нас на минутку? Ты не представляешь, как много это значит для меня Или мне следует сказать, для нас Может, когда все это закончится, мы сможем Снова сыграть в прятки в рощу Протвориться, что мы все еще дети Я люблю тебя, Элейна Я тоже тебя Так, поцеловать Элейна этого не забудет Мира Форестер, Королевская Гавань Поверить не могу, что его коронуют так быстро Короли становятся все моложе да моложе Томмен еще не готов, он слишком мягик Быть может, все это план беса Интересно, будет ли там Маргарит Тирелл Вы хотели сказать королеву Маргарии? Она была жената на Джоффри Всего пару часов Интересно, выйдет ли она замуж за его брата? Я в этом не сомневаюсь Тихо, у Ланнистеров повсюду есть шпионы В чем дело, Том? Помнишь письмо с предупреждением от Родрика? Да, он писал про человека Уайтхилла Что ты о нем узнал? Ничего кроме слухов, но твой брат был прав Лад Уайтхилл Лад Уайтхилл посылает много золота кому-то в Королевской Гавани Он явно что-то отличная работа, Том Может, ты услышал что-то еще? Лорд Уайтхилл на удивление Единственное, с чем я не уверен, наверняка он ведет дела с этими Так, они оба будут присутствовать на перу, в честь В общем, с этими людьми, с кем он это Кого спонсирует? Может, удастся что-то разузнать? Я не могу Маргаре не очень мной довольна Меня не пригласили А Сера сможет тебе помочь? Пусть она проведет тебя на пер Я сама о всем разберусь в том, я попрошу ее Мы подруги, уверена, она поможет, если я ее попрошу Значит, у нас есть план Пир вот-вот начнется Только будь осторожна, Леди Мира В королевской гавани для вас небезопасно Эй, что ты тут делаешь? На кухне еще остался медовый пирог Сторожу узника, его заперли в старой кладовке до утра Это тот, который убил Бритта? Никуда он не денется, пошли Никто и не заметит, что ты ушел Ладно, съем маленький кусочек Он скорее замерзнет насмерть, чем сбежит Гнилые опилки Бесполезная хрень Видимо, это сортир Я здесь ненадолго, так что он мне не понадобится Мешок лука Лук и ягоды По крайней мере, не помру с голода Найти бы выход отсюда Может пригодиться Это да, не поможет мне выбраться Так, дверь открыть Не знаю, на что я рассчитывал Использовать мастерок Гарретт Каттер, что ты здесь забыл? Я послушал один разговор, тебя казнят завтра утром А Финн, он сказал им Никто не верит ему или же не хочет Они думают, что он покрывает тебя Некоторые даже говорят, что он помогал тебе с убийством Ты должен выбраться отсюда За этим я и пришел, помочь Тебя ведь тоже казнят, зачем тебе это? Я рассказал тебе свой секрет И ты сказал, что мы друзья Каким же другом я буду, если брошу тебя на погибель? Ты хороший человек Ты ведь это знаешь? Рано петь мне дифирамбы Я хочу, чтобы ты взял с собой меня в северную ручу Ты знаешь, что мне нельзя тут оставаться Я сбегу из черного замка, но мне бы не хотелось сделать это в одиночку Так что если ты пойдешь на север, то я с тобой Но я никуда не пойду, пока не выберусь из этой страны в флодовке Я могу попробовать сломать замок, но не уверен, что получится Гаррет, что ты делаешь? Выбираюсь отсюда Вижу, он почти выпал Я попробую выдолкнуть его, а ты тяни, понял? Надеюсь, никто этого не слышал Эй, получится пролезть? Наверное Я не знаю, что это Я не знаю, что это Я не знаю, что это Вот чёрт Вам придуркам повезло, что я не беспалый Что ты тут делаешь? Нельзя, чтобы нас заметили Встречаться с нами опасно Значит, хорошо, что я принёс это А теперь пошли Ты не идёшь с нами, Финн О чём это ты? Беспалый так думаешь, что я помогаю тебе Как ты думаешь, что он сделает со мной, когда узнает, что вы свалили отсюда с... Картошка-крахом Это мой лучший шанс К тому же я хорошо умею драться, ты это знаешь Не знаю, как драться, но начинать драки ты мастер Взять, Финн А тебе пригодится ещё один, окей Ещё один разведчик не помешает Пока он не нападёт со спины Разговоры на потом вперёд Поехали! Назад дороги нет Мы теперь дезертиры Мы нарушили наши клятвы Я давал много клятв и нарушал их Они не хранят, значит, семья прежде всего Дозор предал меня Семья рассчитывает, что я всё исправлю Я готов сделать это, никакие клятвы меня не остановят Они уже знают, что нас нет Тогда бежим со всех ног А ничего, что они так спалились просто перед входом Типа сразу столько... На что они рассчитывают, я не понял Они чё, просто решили войти через парадный вход, и что дальше? А если тот отправит гонца весточку? Может, это как-то надо было скрытно сделать более, нет? Ночью там, например, когда они... я не знаю Всё хуже, чем я думала Родрик, вот ты где Леди Форестер В чём дело, мама? В Гриффе он ругался с мейстром и... Всё вышло из-под контроля Я иду Что ты намерен делать? Мы должны защитить мейстера Я буду уверен, что мейстер безопасен, это самое главное Только не забудь про обещания, Родрик Часть моих людей осталась в рощу Приготовьтесь наносить удар, мне понадобится каждый Ну так, не теряй времени Зови их Да, конечно Пойдём Я Артур Слушайте внимательно, я ударю троечку, когда захочу, чтобы вы вошли Мы будем готовы Я иду с тобой Это небезопасно, лучше дождись его брата Мне не важно, безопасно ли там Грифф думает, я принадлежу ему Мне надо показать, что это не так Значит, идём вместе Я пытался лечить, но рано не За... Прекратите немедленно Ты дал ранее загныться Нет, я пробовал мать Для форестеров ты постарался бы лучше Милорд, пожалуйста Единственный лорд здесь, это я Родрик Родрик, прикажи своей шафке слушаться нового хозяина А пока ты будешь этим заниматься Элейна Гренмор? Кого хрена ты с ним ошиваешься? Ты должна выйти за меня За тебя, я скорее предпочту дохлого коня Слиди за речью Ты не женишься на Элейне Она сделает так, как ей будет велено Прямо как ты, Родрик И он тоже, когда я разберусь с ним Я здесь, лорд, не ты Ты отплатишь кровью Я думал, что воспитал тебя, Родрик Но не ты теперь здесь главный А я А хочешь знать мое мнение? Мой брат готов Мне кажется, тебе нужен еще один урок смирения Позвать солдат Германов Ты можешь смотреть, если хочешь Это еще что за херня? Что прикажете? Убить любого, кто пошевелится Заберите оружие Что вы творите? Что вы творите? Берите оружие Что вы творите? Бросай Живо Это мой чертог Вы не имеете права здесь находиться Итак, усмирение Уберите от меня свои руки Мейстер, вы в порядке? Да, пожалуй Таким железный холл Если хочешь пощады Я предприжал гриф И твоя сестра И твоя семья И твоя семья И твоя семья Я тебя в шкуру спущу Из твоей сестры И так далее А я ведь я предприжал тебя, гриф Будешь бить меня? Друзья, они всегда будут рядом, Родрик И когда они уйдут Я прослежу, чтобы ты поплатился за это Это все ему? Это ему вы служите? Этому калеке Я думаю, ему мало Родрик Хватит, довольно Тебе повезло, что я сдержался Пошел ты, Родрик Посади Уайтфилов в клетке Никого не впускать и не выпускать Это еще не конец, Родрик Но его сейчас убивать пока нельзя Там же в плену у них этот Рион Вершини не должны об этом узнать Позаботься об этом Риан ведь до сих пор у них Прикажи убить воронов Всех Я за себя не ручаюсь В пекло тебя и твою королеву Довольно Походу ты находишься в моем шатре Ты будешь слушаться меня А не нажраться выпивкой Знаешь, как Кто так делает? Безмозглые голубцы, которые хотят сдохнуть У тебя совсем, что ли, крыша поехала? А не какая-то там зверюшка в клетке Тебя не следует пить перед битвой Повылешива, ты сейчас спьешь А с каких пор мне нужна эта причина? Она не сможет драться в таком состоянии Думаешь, ты слишком пьяна, чтобы драться? Да что ты вообще во мне знаешь? Ну и что ты будешь там делать? Выбежишь и будешь размахивать? Ну а что теперь думаешь? Остановите Эй, ладно тебе уже бешка Оставь беднягу в покое Не уберешь руку, сломай тебе пальцы Отихомерь свою подругу Из-за нее нас всех убьют Крафта, ты что, напуган? Не беспокойся за нас Я поговорю с ней Чудно Если она не сможет держать себя в руках, к утру мы уйдем без вас Ты думаешь, что с таким хорошим членом ты сможешь в одиночку захватить Мэрен? Я все равно не сражаюсь бок о бок со свинтусами Бешка, какого хера ты это заустроила? Еще и будешь не на тсаться и читать? Не подавайся на его провокации Ты выше этого Все делал не только в нем Думаешь, мне есть дело до того, что там бармочет мне Крофт? Именно из-за твоего дяди я тут и оказалась Это он сказал вашей королеве драконов, что я пойду с тобой в Мэрен Я сделал это ради своей семьи Дело всегда только в тебе, в твоей семье, в твоих проблемах Ну давай, Ашер, ударь меня В настоящем бою, ты давно был бы мертв, отказаться Я не буду этого делать Ну и что, ты убьешь меня? Чего ты там так боишься? Я была там рабыней В этом гребаном городе Меня забрали из собственного дома, когда мне было всего три года Семь лет мой господин отправил меня умирать в бойцовские ямы Когда моему господину надоело смотреть, как я убиваю животных на его потеху, он начал Он начал запускать в яму других детей И я зарубила каждого из них Зато это закалил тебя, это ужасно, у тебя не было выбора Был Я решила, что моя жизнь цене их Был там один мальчик, когда мы не могли уснуть, то играли в камешки на улице В последний раз я видела его Когда он стоял в той яме со мной В его глазах виднелся страх, такой же, как был когда-то у меня И тогда я поняла, что он так и Не покинул меня А мне все еще хотелось пожить на этом свете, очень сильно хотелось Мой господин наблюдал за этим Мне жаль, Беска Не нужна мне твоя жалость Прошло много лет с тех пор, как я купила себе свободу, но я всегда ненавидела этот город и своего господина Дезор Зораза, именно из-за него Мэрин стал городом мертвых детей Не переживай за меня Я не подведу тебя Забрать у нее кувшин Ну все, ты уже много выпила Дай его мне Пир в честь коронации Томена, Королевская гавань Говорить такое неприлично Это почему же? Мира Встретимся на пиру Что ты тут делаешь? Я должна была попасть на пир, сэра Знаю, меня туда не приглашали, но... Тогда ты и сама знаешь, что Леди Маргарри не хочет тебя видеть, неужели это так важно? Против моей семьи плетется заговор Мне нужно поговорить с Могрином и Андресом Возможно, один из них плетет заговор против моей семьи И как же? Если бы я знала, то меня бы тут не было Леди Маргарри разгневается, если узнает мира, я не могу Извини, пожалуйста Если что, я возьму всю вину на себя Можешь сказать Маргарри, что я покрылась туда, а ты пыталась остановить меня Она и так задумывается заменить тебя Ты уверена, что хочешь всем рискнуть? Я должна, она запомнит это Ну ладно За тобой должок Она со мной Ничего не случится, обещаю Немного странновато сейчас праздновать, ты не думаешь? Совсем недавно король Джоффри воссел на железный трон Теперь наш король Томмен Да будет долгим его правление Сэра! Я уже начал думать, куда ты сбежала с своей подружкой, а если бы и правда сбежала? Вряд ли я смог бы тебя винить Это леди Мира Форрестер Мира Лорд Гарибальд Тарвик Выглядите очаровательно Где же вы все время ее прятали? Сэра очаровательнее нас обоих Выясните мне, сэра очаровательнее нас обоих С этим точно не поспоришь Чудный пирс, согласный, главное не переборщите с вином Хотя я слышал, вы не особый любитель пить Так просто это забыть, но в Королевской Гавани ничто не остается незамеченным Выпив слишком много, люди заклемят вас пьяным дураком А заговорив не с теми людьми О, Лорд Тарвик! И что это было? Ничего, эта тема не предназначена для ваших нежных ушей Ничего, у меня они нежные Нежные, нежные Ты бы видела, какие они крохотные Мочки как... Перестань Что такого, я серьезно? Уже положил на кого-то глаз, Мира? Лорд Могрин и Лорд Андрес Прошу прощения, просто заметил Лорд Могрин и Лорд Андрес Какой ужас, своими ссорами они срывают этот замечательный пир Пожалуй, кто-то должен посоветовать им прекратить свои споры Прошу меня простить Все это напоминает мне турнир в Ланнистере В Ланнисфорте Ты же рассказывал мне эту историю Тебе ведь она понравилась Мы весь вечер напролет танцевали, распевали вино из своих шлемов А какие закуски были? С меня хватит Андрес, не будь глупцом Выясните, кто помогает Лорду Уайтхиллу Теперь я не могу смотреть на цветы, как раньше Подслушать А чего вы вдруг решили прекратить торговлю? Неужто на него упал спрос? Я не понимаю, что дело в этом Нет нужды в столь безумных домыслах Просто я потерял к этому интерес Как говорится, я стремлюсь к лучшему И что вы имеете в виду под лучшим? Нет, нет, я понял, чего вы добиваетесь Я пока не готов раскрыть свои планы Говорят, его убили прямо тут, в этом саду Ну и дела Он ведь был Ланнистером, так? И гвардейцем, но все же Тогда они, безусловно, уже поймали виновника В том-то и дело, что нет И заметь, усилий они не жалели Как я слышал, они не жалели денег на поиски Андрес, подслушать Да, это много, но я знаю, как с умом их потратить И как же? Лорд Уайтхилл превыше всех доверяет мне Именно потому я готов работать только с... Он со мной готов работать Эсклюзивная сделка, как тебе повезло, Андрес Ну я же должен кормить свою семью Когда ты в последний раз виделся с женой, Андрес? Я не могу вспомнить, вроде это была птица Близко Петух, верно Нет, это ведь ужасно Не забывай, это ведь кто... Кто-то тебе рассказал эту шутку Прошу меня извинить Леди Мира, я восхищен Это чем же? Тем, что не сидите в темнице Стало быть, вы позаботились об указе Тириона Позвольте спросить, как вам удалось это сделать Честно говоря, я не ждал, что мы снова встретимся У каждой тайны своя цена Что я с этого получусь, расскажу Ничего Но я восхищен вашей алчностью Как я вижу, королевская гавань меняет вас А что вы здесь делаете? Андрес работает на Уайтиллов Я слышал, вы решили уйти из торговли жизнедоствовала Надеюсь, не из-за меня Надеюсь, не из-за меня Откуда вы, значит, это правда? Да вы, видимо, уже знаете большую часть истории Меня вытеснили из торговли железным стволом Оу А все благодаря моему партнеру, проклятый дегенерат Теперь Андрес единственный представитель лорда Уайтилла в Королевской Гавани Чего хочет добиться Андрес Тогда у нас с вами общий враг А это интересная мысль Может, вам повезет больше, чем мне в борьбе против Андреса и его нового партнера Лимон Ланнистер Он работает с Ланнистером? Он вообще всего-то троюродный брат Чтобы Андрес не задумал, он явно думает, что Лимон сможет заменить меня Рикард, вы уже закончили фриртовать со служанкой? Нам нужно знать ваше мнение Не мешай ему Прошу меня простить Так, послушайте, уже нельзя у них? Опять же, Ланнистер Я думал, мы закончили говорить на эту тему Ты сам спросил меня о моих друзьях Да, друзьях, а Лимон лишь твой партнер по бизнесу А в чем разница? Твоя правда, Андрес А если твои друзья еще и могут защитить тебя от гнева короны, мне же лучше Думаю, мне нужно еще выпить Так, а, разговаривать с ними даже и не надо Я просто боюсь, что времени недостаточно, а я вам извините Вдруг там Лимон Ланнистер? Черт Давайте я помогу вам Очень мило с вашей стороны, спасибо, но я и сам справлюсь Хоро я бываю таким неуклюжим Боюсь, вы застали меня врасплох, леди Мира Леди Мира Люди редко заводятся на разговор, но я рад, что вы решились Мне всегда неуютно находиться в окружении стольких людей Так что вас сюда привело? Я слышал, вы крупный организатор сделок Вы работаете с Андросом, верно? Ну да, у нас есть общее дело И что же это за дело? Мне, мне и вправду нельзя об этом говорить, Андрос попросил держать это втайне Может, и щепнете мне на ушко, вы можете мне доверять Может, щепнете мне на ушко Можете жепнуть мне это на ушко Я, что ж, думаю, можно, просто... Лиман, ну и что же ты делаешь? Что? Ничего Держите от него подальше Андрос, мы просто болтали Ты просто болтал с Мирой Форестер Форестер? Я, я, я не знал Милорд? Скажу тебе все продлельно понятно, насколько это возможно Никогда более не смелись в мои дела Леди Маргаре Леди Маргаре Леди Мира Ну и сценку же вы там устроили, вы в порядке? Да, с лордом Андросом я могу отправиться Меня больше волнует Лиман В смысле? Буду честным, эта история совсем не предназначена для ушей служанки Просто будьте с ним поаккуратнее Просто, может, договоримся? Расскажите мне историю Лимана, я тоже расскажу вам что-нибудь Хорошая идея Меня интересует Сэра Ваша помощь могла бы спасти меня от позора Я был бы вам очень благодарен за это, леди И что же вы хотите узнать о Сэре? Сэра Дурвелл Очень интересная фамилия Что забавно, последний Дурвелл умер двумя столетиями тому назад Что вы можете рассказать мне о ее семье? Быть может, что-то про нее знаете? Извините, я не могу соврать Я знакома с ее родителями На самом деле, Сэра Бастер знакома Давайте соврем Я познакомился с ее родителями, когда мы еще служили в Хайгардене Да? Это не такой уж великий дом, какой был раньше Но все же довольно неплохой Ох, отлично, какое облегчение узнать это Потому что у меня были сомнения Ну а теперь, лорд Тарвик, ваша очередь Точно, Лиман Ланнистер Десять лет назад Лиман участвовал в турнире в Ланнистерте И он неудачно упал с лошади Почти месяца ему пришлось пить маковое молоко, чтобы только не кричать О И строго между нами он так и не прекратил пить его Точнее, он не может Все свои деньги тратит только на молоко Теперь он и дня не может прожить без него Так вот, почему у него трясутся руки Не распространяйтесь об этом, Леди Мира Я даже не должен знать об этом Да и Лиман так настрадал с унижением Тогда зачем вы рассказали Промалчим Мира, это вам не шутки Не хотелось бы, чтобы лорд Андрос винил в это меня Это Андрос вам рассказал об этом У этого человека язык для нее черноводный А вот и крючок А бедняга Лиман даже не догадывается об этом Он все про него рассказывает, гадости этот дурный Но теперь прошу меня извинить Мне нужно начать подготавливаться кое к чему Леди Мира Лорд Лиман, нам им вправду стоит поговорить Я знаю, что вы задумали Я не буду рассказывать о своих делах с Андросом Так что прошу Прошу просто оставьте меня в покое Вы трясетесь, я должна вам кое-что рассказать Ну и что же Я сожалею о том, что с вами приключилось Рассказывай Начи-то Андрос предал вас Я все знаю Что? Что вы? Я знаю, что вы пьете маковое молоко, словно это вино Я знаю, что вы начали пить его после травмы в Ланиспорте Не может быть Андрос не стал бы Он вам не друг, он просто использует вас А я ведь доверял ему Он всем растрепал ваш секрет Так почему же не отплатить ему той же монетой? Андрос вербует наемников, несколько сотен Вы раскрыли план Андроса Что? Он собирает войско для лорда Уайтхилла, чтобы тот мог выступить против Железного Холма И Андрос делает это втайне, никто об этом не знает По крайней мере, он не хочет, чтобы это узнал И вы помогаете ему Теперь вы знаете Да, я помогаю ему нанимать их, но это не... Ах, ты предатель Ты ведь пообещал мне, а потом всем рассказал? О чем ты? Ты лжец, тебе нельзя доверять Она все мне рассказала Леди Мира, только что вы совершили непростительную ошибку Я сокрушу вас Неужто вы боитесь простой служанки? Не скажи мне, что ты боишься, девушка Ты уверен, что мы идем в верном направлении? Коттер? Позволь мне взглянуть на карту С каких пор тебе нужно разрешение? Уверен ты до сих пор Странно, что я ее до сих пор не стащил Сколько у нас припасов? Ну так что? Идем дальше солгать достаточно Мы почти все съели Но долго этого не хватит Если Финн все не сожрет Это не я Значит нам придется остановиться на привал, поискать еды Мы на верном пути Сюда Вольный народ Одичалые Это все усложняет Сиди тут Я попробую поговорить с ней Я ведь тоже из вольного народа Погоди, что? Он долбаный одичалый Коттер Меня могут немного потрепать Но что бы ни случилось Не высовывайся, ладно? Она должна думать, что я один Если она поймет, что это не так То станет только хуже Удачно поохотилась? Нет, я свой Я вырос недалеко от сурового дома С нахолонем Я ничего тебе не сделаю, хорошо? Правда, что ли? Я из ваших Я... А как по мне, ты ворона Чего я не... Ты одет как они Ты здесь совсем один, щеночек? Выходи, или я убью его Но сначала я его помучаю Слушайте, я не ищу драки Давайте не стоило забрать сюда Блин, я не знаю Мне все будет в порядке Правда? Хватит, прошу Не нравится? Хватит, надеюсь, что твои братья вороны Придут к тебе на помощь Не, это уже... Это уже... Нравится? Отпусти его Ворона слева Гаррет Убить их Спасибо Сука Сука Кольца 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 Наша еда, Эй! Гаррет, Гаррет, нет! Она начинает дрожать, все закончено. Извините, не так. Это были наши последние припасы. Нам нельзя здесь оставаться. Ты ранен. Пойдем. Отдохнуть можно потом. Продолжение следует. Продолжение следует. Я думала, что мне станет легче, когда я его вижу, как грифа волокут из великого чертога в клетку. Ты хотел убить его, не так ли? Как ты понял, что нужно остановиться? На самом деле, я не знаю, я знал, что это неправильно. Мне таким лордом я хотел бы стать. Тут нет, но тут математика простая. Как думаешь, что делает лорду Айтхилл, когда услышит об этом? Он об этом не узнает, пока мы сами того не захотим. Ворота заперты, а в грачевне убиты все вороны. Милорд, вам послание из вершины. Лорд Айтхилл приглашает вас обсуждать перемирие. Он хочет заключить мир. Как будто мы настолько наивные. Может, у нас шанс спуск пранкнуть за их стены. И сделать что? С пастерьяна. Ты прав. Теперь, когда у нас есть гриф, мы можем предложить сделку. Обмен его сына на моего брата. Значит, план готов. Отправимся с первыми лучами солнца. Если вы поедете туда, хотя бы возьмите собой солдат Гленмору. Они определенно нужны нам здесь. Нельзя оставлять Родрика в пути без охраны. А вдруг у Айтхилла нападут на Железный Холм, пока его не будет? Милорд, вы не можете идти в крепость в игре. Гленмору придут со мной. Гленмору будут охранять Железный Холм. Пусть охраняют Железный Холм. Железный Холм снова нас. Гленмору последят, чтобы он нашим и остался. Сообщите об этом Артуру Гленмору. Да, милорд. Я начну подготовку. Помимо всего прочего, в вершине мне понадобится советник. По праву, должен быть твой страж. Но если мы пойдем в крепость врага, возможно, стоит взять с собой Сира Ройланда. Это должны быть переговоры, а не битвы. Решать должен Родрик. Дункан пойдет. Дункан мой страж, он пойдет со мной в вершину. Ройланда станет себе и будет защищать Железный Холм. Хорошо. Родрик, я знаю, что я не могу пойти в вершину, но я не могу просто сидеть с лажа руки. Я хочу помочь. Пожалуйста. Ты будешь лордом, пока меня не будет. Ты будешь единственным форестером в Железном Холме, пока меня не будет. Мне надо, чтобы ты правила в мое отсутствие. Я постараюсь. Я верю в тебя, Талия. Итан справился с этой ножей, справишься и ты. Я давно знакома с Ладом Уайтхиллом. Он эгоистичен, жаден и высокомерен. Но он никогда не убьет гостя в собственном доме. По крайней мере, я так не думаю. Надеюсь, ты права, мать. Малкельм. Малкельм. Не переживай за меня, сосредоточься на своем задании. Твоя семья нуждается в тебе. Сейчас это самое главное. Ты тоже шлен моей семьи. Я горжусь тобой. Удачи, мальчик мой. Субтитры сделал DimaTorzok. Приступим? Внимание! Вокруг города расположено 4 сторожевых башни. Используются они для повещения господ в случае бунта рабов. Наша задача проследить, чтобы сигнал до них не дошел. Террент, на тебе северная башня. Пен, южная. Эшер, мы берем на себя восточную. Ну а Керан займется западной. Ослепите противника. У безупречных появится шанс войти в город и вооружить рабов, ну а дальше они справятся сами. Помнишь, как мы однажды выкрали гигантский молот у той женщины в лисе? Она заехала им тебе по лицу, верно? Так вот сейчас моя голова болит еще сильнее. Сегодня любой человек, желающий стать свободным, должен будет сам выгрызть свободу из лап своего господина. Ваша задача расчистить путь для них, но пройти по нему они должны сами. Правосудие должны совершить жителей Мэйрина. И не вынуждайте их долго ждать этого момента. Что она вообще понимает в правосудии? Тебя что-то не устраивает? Если вам это не по плечу, то скажите сразу. Главное, чтобы мы получили оговоренную награду. Никаких проблем. Получите. Вы будете следовать приказам Крофта. Делайте все в точности, как он велит, или не видать вам награды. Ступайте. Заставьте их испытать тот ужас, что они здесь сотворили. Надеюсь, я здесь в последний раз. Как-то пыталась сбежать, но мне не удалось далеко убежать. Куда дальше? Есть тут один закоулок, можно миновать главную улицу. Давай поскорее покончим с этим. Прокрасцы-ка. Что такое, Крофт? Видишь, сколько там стражников? Как мы пройдем мимо них? Нас точно поймают. От тебя лишь требуется спрашивать у меня дорогу, вот и все. Нам нужно просто не попадать всем на глаза за мной. Там кто-нибудь есть? Прикройте меня. Кровь. Недавно ее использовали. Я вижу кого-то на втором этаже. Значит, нам стоит шевелиться. Думаете, твоя матерь спасет тебя, думаешь? Отвечай. Что они творят? Бежка. Что они с тобой сделали? Наша матерь придет, она обязана. Как зовут твоего господина? Она придет. Нам нужно идти. У меня есть одно незаконченное дельце. Куда ты пошла, бежка? Ты доверяешь мне, Ашер? У нас нет на это времени. Я волнуюсь за тебя. Ну, конечно. Конечно, я доверяю. Отлично. Это не займет много времени. Бежка. Куда ты? Бегом за ней. Прошу, я дам вам все, что вы хотите. Вам нужны деньги? Еще слово, я вырву твой поганый язык. Что вы хотите от меня? Десять лет назад. Бежка, прекрати. Надо было убить тебя еще. Надо было убить тебя, как хренат собачьим. Бежка. Это он был моим господином. Дезор, зараза. Не делай этого бежка. Делай все, что тебе нужно. Делай все, что тебе нужно. Никто не винит тебя в том, что ты хочешь его смерти. Делай все, что тебе нужно. Сделаю. Ты рехнулась? Приказываю тебе отойти от него. Моя... Моя бежка. Я не твоя. Прошу, что ты творишь? Ты сделаешь все так, как я сказал. Вы оба. Забери ее мечи. Мне нужно сделать это, Эшер. Он принес страдания стольким людям. Он поплатится за это. Как только город станет свободен, он несет свое наказание. Но накажет его королева, а она не имеет на это права. Его жизнь ничего для нее не значит. Он не будет наказывать ее от имени всех детей, что погибли в всех ямах. Эшер, останови ее. Я должна отомстить за них. Самому убить его. Ты слышишь, что Денери сказал? Твоя королева будет понимать. Вот и все. Но ты должен... Не ты должен был убить его. Ты хоть представляешь, что ты сейчас натворила? Матерь драконов отсечет тебе за... Это башку. Сначала нам нужно выполнить свое задание. Пошли отсюда. Вон там. Так как ты собираешься поведать мне, что он... Одичалый? Не сейчас, Фин. Идем. Что это за место? Старый охотничий лагерь. Здесь можно отдохнуть. Пока твои дружки вновь не нападут. Я знаю эту округу, ясно? Он заброшен. Пойду прослежить, чтобы рядом никто не шнырял. Не нравится мне это место. Ладно. Эй, дай мне взглянуть на рану. Применить травяную припарку. Ты можешь расслабиться? Что это такое? Фу, пахнет как коровье дерьмо. Мейстер Форестеров лечил это мою ногу. Правда, я не знаю, что это такое. Ты хоть знаешь, что делаешь? Держи ее. Ты закончил? Наложить бинт. Обязательно так туго. Это для того, чтобы ты не истек кровью. Как скажешь, мейстер. У тебя есть что попить? Мы глубоко над севером, меня до сих пор просят разносить вино. Хоть немного воды, пожалуйста. Пойду осмотрюсь. Нашел воду, пока нет. Чтобы не жил здесь, теперь их нет. Жаль только, что они ничего не оставили. Я так и не доверяю ему. Знаю. Из-за него нас всех чуть не убили. Черт, а может он этого и хотел? И зачем он нас припер сюда? Я не доверяю. Дай ему шанс. Послушай, дай Котру шанс, он не такой уж плохой. Я дал ему шанс, и посмотри, где мы теперь. Кто-то до сих пор здесь живет? О, я уже видел это раньше. Замри. Продупреждаю тебя. Или я, или я выпор, потому что тебя как рыбу. А, а ты ведь похож на маленькую грустную рыбку, ты знал? Вынуть меч, мой друг ранен. Мы ищем место для отдыха. Где остальные? Назад. Убежь ее сам или это сделать мне? Гарретт! Напасть просто, дай нам пройти. И мы уйдем. Ты ведь этого хочешь, не так ли? Ты хочешь, не так ли? Коттер! Сильвия! Ты жив! Кто это за снеговик? Я же обещал вернуться. Кто эти люди? Они друзья! Может познакомишь нас? Ты планируешь, чтобы мы встретиться, Коттер? Да. Ээээ... Это моя сестра, Сильвия. Из-за нее мы сюда и пришли. Она отведет нас в Северную Рущу. Вершина, крепость дома Уайтхиллов. Лорд Родрик, леди Элиса. Гвин? Гвин? Родрик, можно тебя на два слова? Спасибо, что принял приглашение моего отца. Не думал, что ты придешь. Но это хорошо, что ты сделал. Я ему не доверяю. Мне грозит опасность. Мой отец уважает законы гостеприимства, как и ты. И я должен доверять свою жизнь законам гостеприимства. Я ведь говорила, что попыталась образумить отца. И ты выполнил свою часть уговора, поддавшись грифу. Я знаю, как это было для тебя сложно. Но все пойдет на смарку, если ты не прислушаешься к словам моего отца. Ты должен воспринять его слова серьез. Промолчу, я не знаю, что он там собирается говорить. Мне кажется, ничего хорошего. Будь сегодня осторожней. У вас впечатляющая крепость, Леди Гвин. Эти стены хранят тысячи лет истории Уайтхиллов. История, написанной кровью. Когда-то наши дома были близки, и мы вновь можем объединиться. Огромная часть нашей истории была утеряна. Может, начнем? Великий чертог там. Ваши солдаты готовятся к бою? Они готовы ко всему. Для них вы всего лишь враги, находящиеся в их стенах. Что это? Миледи? Дайте нам минуту. Это твоя семья? Незадолго до рождения Гриффа. Это твои братья? Да, трое старших братьев. Карл умер от серой хвори. Эберт в цитаделе. Торхан служит Русс Болтону. Ну, а Грифф тогда еще не родился. А это должно быть ты. Только моложе. Теперь ты похожа на свою мать. Это твоя мать? Да. Да, я ее почти не помню. Она умерла вскоре после того, как нарисовали эту картину. Мой отец не очень-то улыбчив. Когда моя мать была жила, он много улыбался. Мои братья плохо обходились с Гриффом. Он был хвастливым, глупым и вспыльчивым. Но мой отец всегда защищал его. У Уайтхилл есть Уайтхилл, говорил он. Пойдем, не стоит заставлять моего отца ждать. Где твой отец? Странно. Пойду поищу его. Мне это не нравится. Давайте искать выход. Не показывайте страха. Риан за Грифф, а таков наш план. План ничего не стоит, если мы все умрем. Я пойду неохраняемый выход. Заперто с другой стороны. Ты в порядке, Мама? Я не знаю, что замышляю, но я никогда не уйду без Риана. Держись, Дункана. Я верну его. Я не хочу просто развернуться и бросить его. Мы пришли сюда за Рианами, я собираюсь забрать его. Я знаю, ты справишься. Я надеюсь, нам это обойдется не слишком дорого. Мама, посмотри на это. Это железный ствол поломан. Я не удивлена, у Айтхела никогда не были хорошими мастерами. Ой, отойди оттуда. Может быть, они хотят, чтобы их обучили этому ремеслу, но тогда они заберут последний козырь. Родрик. Добро пожаловать в вершину. Лот. Слышал, вы искали выход. Вы что, нервничаете? Я помню красную свадьбу. Роб Старк тоже был на Перу. Посмотри, чем все обернулось. Я ведь не Уолдер Фрей. И в отличие от Старка, у тебя нет силохранителей. Отец, пожалуйста. Может, начнем уже? Итак. Вина. Знаешь, как Тарас твой отец назвал вершину обителью богов? Какая кладка, говорил он, какое мастерство. Он говорил об этом безумно. Впечатляющая крепость. Это так, в отличие от вашей груды, Брелин. Лот, где Риан? Всегда волнуйтесь о своей семье, да? У меня тост за семью. Где Риан? Я тоже кое-чего хочу. Бизнес с железным стволом процветает, Родрик. По сути, Болтоны требуют больше оружия, чем мы можем поставлять. А если Русси Болтсон чего-то захотел, звучит, будто ты нуждаешься в нас. Не питай никаких иллюзий. Вы, Форестеры, практически уничтожены. Однако вы знаете о железном стволе больше, чем любой другой дом Вестероса. Какая будет жалость, если все это знание будет утрачено? Помоги мне обрабатывать железный ствол для Болтонов. И я удостоверюсь, что вы, Форестеры, выживете. Это абсурд. Это помогательство. Ты предлагаешь союз? Союз? Об этом и слова не было. Он хочет сделать нас своими рабами. Родрик, это спасет ваш дом. Я бы обдумал союз. Видишь, что мне приходится терпеть? Дай ему время, я же говорю. Я предложил тебе мир, а ты наплевал на него. Я предлагаю возможность, а тебе все мало. Напомню тебе, что ты целовал мое кольцо. Вот как все будет, Родрик. Либо вы соглашаетесь на мои условия, либо Гриф сравняет железный холм с землей. Он передаст вашу крепость огню. У него не получится. У Грифу ничего не получится. В каком смысле? Он заперт в нашей самой темной темнице вместе со всем твоим гребаным гарнизоном. Ты не посмел. Ты принял моего сына. Он был по приказу охранителей севера. У меня есть встречное предложение. Я с удовольствием верну его. Если мой брат вернется домой. Мы хотим вернуть Риана. Сегодня же. Как ты посмел, блин. Они сами, блин, держат в заложниках этого самого. Окупировали там все. Капец. Приведите мальчишку. Да он не отдаст, наверное. Риан. Мама. Родрик, ты пришел, как и обещал. Ты что творишь? Ты пленял мою плоти-крой. Мою. Ты где его не гриф умрет? Вини его, а не меня. Если хочешь видеть грифа живым, Думаешь, мне не нафрать на грифа? На моего сраного четвертого сына. Да я прикончу вас прямо сейчас. Потому что вы, Форестер, ничему не учитесь. Я тебя не боюсь. Всего надо снова, милорд. Принять условия. Ладно, я приму твои условия. Если ты согласишься на обмен. Давай, лорд. Дела не должны принять печальный оборот. Тебе повезло, что я милосерден. Риан, иди сюда. Нет. Мы устроим обмен на нейтральной территории. Гриф за Риана. Сын за сына. Ладно. А теперь убирайтесь нахер от моего дома. И да помогут нам боги, если болтаны придут за железным стволом. С тобой приятно иметь дело. Ничего не скажем. Мне так жаль, Родрик. Железный из-за льда. Вот она. Восточная сторожевая башня. Слушайте меня, все стражники должны быть убиты, чтобы у них не было шанса зажечь маяк. А если они зажгут его, то вторжение будет проходить не так голодко, как планировалось. Только не урони его. Сперва мы должны разобраться с первыми двумя у входа. Как ты думаешь, сколько там может быть людей? Трудно сказать, минимум пять, а то и больше. Одно я скажу точно, в лоб мы их не перебьем. Это что, Гарпия? Ну а что же еще? Они расставили эти златые сиськи по всему городу. Если стражники подожгут веревку, огонь перекинется в чашу, ведь город узнает, что мы здесь. Стало быть, нельзя этого допустить. Ага. Ладно, выдвигаемся. Бешка. Бешка. Не обращай на это внимание. Да забудьте уже своего господина. Посредоточься, Бешка. Фокус. Мы должны двигаться. Эта миссия не ждет. Это все, что ты об этом думаешь. Ближний мой. Дальнего я беру на себя. Приглядывай за ней. Мне не нужна нянька. Тогда докажи. Что же ты слышал? Они просто выстрелили в лагерь у города и ждут. Матери драконов. Она хочет запугать нас, но ей не удастся этого сделать. Да. Разделимся. Разделимся. Первая группа должна будет перелезть через стену по скалам. А как же эти? Поэтому вторая группа должна остаться здесь. Она укроется за ящиками и избавится от стражников сверху. И самое главное, никто не должен вас заметить. Ну так что, куда вы пойдете? Давай с помощью арбалета. Мы останемся тут, а ты перелезай через стену. Продолжение следует... Теперь нам нужно разобраться с этим. Мне кажется, ему досталась самая легкая. Легкая. Что случилось? Неважно, продолжаем. Быстрее, на крыше еще один стражник. Мы позаботимся о нем. Беру его на себя. У меня все под контролем, иди. Нет, 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 это слишком много. Слишком высокая ставка, ты рискуешь все проиграть. Я знаю, что я делаю. Чего ты смеешься? Чего ты смеешься? Скажешь, когда твой меч сломается? Он не сломается. Да я скорее тебя сломаю. Посмотрим. Снизу все чисто. Сверху еще есть стражники, с правой стороны. Избавьтесь от них, и путь к паньку будет открыт. Если они прорвутся, я их задержу. Чего ты их тут до хера? Мы можем завершить все здесь и сейчас, только взгляни на них. Их всего двое, бывало и хуже. Мы можем сразу же напасть на них, и наша задача будет выполнена. Нет. А как же они? Боишься парочки арболитчиков? Продерживаться плана Крофта. Крофта. Надо же придерживаться плана Крофта. Сперва избавимся от стражников сбоку. Ладно. Хватайте их. Черт. Зажигайте маяк. Остановите их. Ну, здравствуйте. Акта, look out! Лайдет, лайдет! Го! Стоп им! Котт фьюз! Балты закончились. Голубий. Котт фьюз! Котт фьюз! Красивий. О, я не могу верить, что у тебя получилось. Крофт! Крофт! Поубавьте свой тон, я пока еще жив. Слышите? Началось. Дом, милый дом. Там, в вершине, я думала, что твоего брата убьют. Это едва не случилось. Но ты обуздал гнев и принял сделку Ладо. А теперь Риан вернется домой. Он будет спать в нашей постели и ездит на нашу стол. Пока рано праздновать. Мы празднуем, когда Риан будет в безопасности. Нам все еще нужно совершить обмен. Разумеется, ты прав, и все же... Ты отлично справился, не теряй этот настрой. Милорд, смотрите. Где Стража? Талия? Сир Ройланд? Где Гленморра? Да куда все подевались? Ждите здесь. Да не грусти ты, это ведь просто шутка. Это шутка. Простите, мне следовало посмеяться. По-твоему, ты способна шутить лучше меня? Конечно же нет, я не хотела вас обидеть. Тогда спой меня. Я слышал, ты написала очень трогательную песню своему покойному брату. А в ней... Давай послушаем ее. Нет. Нет? Родрик. Родрик. С возвращением. Приветствую вас, лорд Рамзи. Лорд Рамзи. Велико в Айон Раф. Как учтиво. Теперь понятно, у кого твоя сестра научилась манеру. Теперь я знаю, где твоя сестра получает ее манер. Мы прекрасно провели вместе время, да, Талия? Скажи, что нам было хорошо. Живо. Нам было хорошо. А ты? Мне сказали, что тебя нельзя сломить. Я решил убедиться в этом сам. В следующем эпизоде. Этан был первым Форестером, которого я убил, но, похоже, не последним. Я не знаю, во что ты ввязался, Гарретт, о чем ты просишь моего брата? Северная Роща не такая, какой ты ее представляешь. Ты называешь себя лидером, однако тебя не уважают твои же люди. Но мы следовали вашим приказам. Это не наемники Эшера, а убийцы. Родрик! Поверить не могу, что я доверился ему. Я знаю, что вас с моим братом что-то связывало. Возможно, он рассказал тебе что-то. Доказывающее его вину. Похоже, тебе тоже нельзя доверять. Гарретт, ты меня не слушаешь. Тихо. Ну что ж, впереди пятый и шестой последний эпизод будет. Кто лайк, коммент, молодец. Видосико конец. Тихо конец. Подписывайтесь на наш канал.